привет ребята находится на канале владислав шинди nvidia geforce rtx 3080 протестирована под нагрузкой безработающих вентиляторов mikan vonk основатель бренда и турентрент и металла специализируется на безвентилятор оборудование персональных компьютеров опубликовал интересные фотографии с видеокарты geforce rtx 3080 одном из своих корпусов при металла юпи 10 это безвентиляторный корпус ультра премиум класса который стоит 770 долларов сша это в сочетании с огромным дефицитом весна и значительно превышающий рекомендованной розницы цен за форс rtx 3080 означает что система получилась очень дорогой независимо от того сколько стоит она впервые предстоит взглянуть на видеокарту x38 сработать при полной нагрузке без вентиляторов было бы неправильно сказать что это первый rtx 3080 работающий без вентиляторов поскольку большинство видеокарт премиум класса уже имеет технологию 0 децибел который в основном в основном останавливает вентилятор при определенном температурном уровне в данном случае однако рассматривается geforce rtx 3080 при полной нагрузке а если быть точным то под нагрузкой стресс-теста формат систем установлены в корпусе теория металла юпи 10 оснащена процессором md раз 55600 x мощностью 65 ватт а видеокарта который используется микро вонг являет асус rtx 3080 так гейминг неясно в каком режиме тестировалась видеокарта но видно что вся система потребляет 410 ватт энергии графическому процессору и центральным процессор требует специально радиаторы которые затем включены к массивному радиатору большое количество тепловых трубок тысяч толщина этих труб этих тепловых трубок просто поражает пройденный тест который длился всего четыре минуты и 17 секунд явно недостаточно чтобы сделать никакие либо выводы официальный видеокарт официально видеокарт geforce rtx 3080 имеет максимальную температуру 93 градуса на 94 градус графический процессор уходит в защиту но отключается там прочих уходит защиту либо сбрасывать частоты там скорее всего я еще никогда не давали таких температур выше 85 градусов видеокарту лучше не разогревать но придержался пределах 80 в крайнем случае 85 градусов что в основном в основном является верхним пределом для графического процессора но не обязательно для других компонентов такие как память gddr 6x который может легко нагреваться выше 100 градусов из 410 ватт потребляемой все системы блок питания подают 347 ватт только на графический процессор вероятно это связано с заводским разгоном карт для сборки без вентилятора имеет смысл снизить предел мощности что не должно сильно влиять на производитель наверное ряд компьютерных энтузиастов был бы не прочь пользую пользоваться всеми прелестями производитель системы при этом ослаждаясь практически абсолютно производители без вентиляторных корпусов минимум и именуемый тюрьме то решил наглядно продемонстрирует возможность такого пока сообщает ресурс томс хардвайр для своих из изысканий исследований исследователь использовал корпус термиталл юпи 10 стоимостью почти 800 долларов отличающий орган организации полностью пассивно охлаждение для компонентов системы что достигается за счет россию тепла перед дан от видеокартовые процессор посредственно специальных бедных трубок при помощи ребристых боковых стенок кроме того то есть тестовая система имела в своем составе нас настольный процессор rd 1 5 5 600 x и искома графический адапт адаптерами geforce rtx 3080 как сообщает источник начальная температура графического процессора перед стартом теста составила всего 18 градусов а под нагрузки посредством популярность раз теста формах поднялась до значения 87 градусов если судить по данным самоутилиты согласно информации представлены специалий специалистам тестер на проводил достаточно комфортно для оборудования условиях температура окружающей среды составляла 13,6 при влажности 64,4 процента при этом вся система потребляла около 411 ватт к сожалению каким-либо подробностям касается режима работы видеокарты заст не поделился однако тот факт что графический адаптер согласно данным формат 3-бал около 347 ватт намекает на использование разогнанной модели таким образом рядовой геймеру вряд ли понравится наслаждаться игровым процессором процессом в плохом от плохо отапливаемом помещении поэтому для повышения эффективности охлаждения системы вероятно придется оптимизировать режим работы вентилятора всем спасибо ребята за просмотр подписывайтесь на канал лайк подписка колокольчик все уведомления и до скорого